Итак, если все размешали, все приготовили, ставим плюсик, чтобы рисовать. Сегодня что рисуем? Сегодня рисуем две картины, правополучарные, толчковые. Это самые основные, у нас их 10 правополучарных картин, благодаря которым человек может многому научиться. И мы берем на две, две такие основные, с которых лучше всего стартовать, либо вам, либо, конечно же, по готовым же вашим клиентам, друзьям, знакомым. Ну и там 10, да. Пригодится, пишет, пишет, знаешь, у меня тоже нет на планшете и нет звука невидимости. Да, пишет, закручить. Кстати, ну, было до сих пор не было. А, готов. Котов мы рисуем всегда на детском мастер-классе, на детском. Это взрослый. За чего? Разница, все хорошо, да, все классно. Все, вот эта вся часть, которая до этого была, вот мы прям много-много, 19 минут мы разговаривали, говорили, что там что-то теоретическое, логическое. Если вдруг у вас какие-то вопросы еще возникнут, всегда задайте мне, хорошо? Если я не ответил на ваш вопрос, в электроночку пишите, все будет хорошо. Дальше будем рисовать, дальше рисуем, все. Сейчас уже постепенно включаем голову. Если у вас есть какая-то музыка, включите ее, пусть параллельно у вас играет, к сожалению, ее не могут сделать. Я беру свою работу и откидываю, она мне пока не нужна. Мы нарисуем объекту сначала, нам надо войти в этот ракушарный режим, есть определенные легкие игровые техники. Эти техники необходимы для вас, ну и для клиентов. Берем любой листочек, какой не жалко, хоть там снегурочку от 4 формата, доходит на столе. Если стол не закрыли, то закрываем быстро. Спасибо за фиксы вам прайс. Пока нет. Ты крутой. Спасибо, доходчиво рассказывать, я новичок. Кто новичок? Все. Кто новички? Кто? Если вдруг у вас, конечно же, уже академическое рисование, 18 лет рисуете, ну, блин, ну, чуть-чуть потерпите, я все равно дам материал, который вам будет полезен. А кто только новичок, не кайте процесс. Я тоже был новичком. Все, представляете, были Рерих, Айвазовский, они все были новичками. Белила нужны, сейчас покажу почему. Все порой, порой, все порой. Как ты шикарный, спасибо. Отлично. Итак, что начинаем с него? Берем большую кисточку, нет кисточки, губку, берите, я вам уже показал. Ныряю в белую краску и начинаю грунтовать. Сейчас мы это познакомимся. Начинаю белым, по белому завазать. Грунтовка. То есть все, по полушарии на рисовании, это через грунтовку идет. Привыкайте, все четыре дня мы будем это делать. Грунтовать, грунтовать, грунтовать. О, я новичок вижу. Смотрите. Мне надо котиков, я им обещала. Новичок. Коты, где коты? Много. Я новичок очень жду, у меня нет белого. Давайте ищем белого. Никто-то напиздал. Я хочу котик. Все понятно, да? Все отлично, загрунтовал. Что дальше делаю? Нахожу среднюю кисточку, ныряю в любые цвета, какие захотелось. Любые цвета. И ставлю точки. Например, зеленый, нырнул, поставил 82 точки. Как же мы без котовка в этот раз? Как жить-то дальше? Любой формат, любой формат. Выбирайте, это зеленый цвет просто, может на камеру не передаться. Кисточку вытираю. Постоянно привыкайте, смотрите, у меня вообще нету. Водичка останется такая же светленькая до конца. Через четыре дня можно будет попить. Я вытираю кисточку, и любой другой цвет. Захотелось красный, нырнул в красный, ставлю точки. Мы будем делать фонд, создавать. Выбираемся. А любые белые, цинковые, титановые, на самом деле, они одинаковые. Пока не думайте об этом. Потом, через полгода, вы начинаете понимать. Вытираем, вытираем, вытираем. И любой третий цвет, какой захотелось. Кто третий цвет поставил, сразу плюсики пишет. Любой, например, желтенький захотелось. Желтый, зубная паста. Я хочу цветы. Кисти можно не вытирнуть. Кисти не мать. Тренинг пропускания рисования, он такой большой, товаренский, поэтому мы не моем. Я не успел размешать. Видите, смотрите, как у меня. Я не успел размешать гуаш. Кто-то не размешал еще гуаш, а кто-то убивает. Быстрее, да? Люди, ну вы же все, взрослые, вы на уроке. Тян, спасибо. Выгорание, да? Все, плюсики поставили. И начинаю размазывать. Один раз по одному месту. Один раз по одному месту. Просто размазываю кисточку. Беру большую кисточку и один раз по одному месту размазываю. Это у нас такой фон. Мы загрунтовали. Явки, сочный фон. Вот этот фон уже как готовый немножко к артикшин. Вкуснотишка такая. Аброу. Маленькая такая готовая картинка. Кто приготовил, сразу пишет Аброу. Кто не делает фоны, то же пишите. Я не делаю фоны. И почему не делают фоны сразу? Откинул. Пусть она сохнет у нас. Следующий тоже маленький. Любой форматик. Еще берем. Еще загрунтуем. Пока. Пока у вас не будет. Не закончится вопрос в голове. Пока. Вот такой, знаете, легкий. Легкий такой конфузд, так легко. Черепахи, что ли? Нет. На самом деле, уважайте всех абсолютно. Кто-то быстрее пишет. Пишите любую руку. Есть такое волшебное слово Аброу. Она находится в середине клавиатуры. На самом деле, все очень банально и просто. Когда вы рисуете, у вас все равно руки немножко испачиваются. А клавиатура чистая. И вы показали, когда вы клавиатуру не снимаете, печатаете, вы находите этот Аброу, это уже вы знаете в творческом режиме. Вот это понимание грязи и как-то, логично выходит. Вы чисто именно там, в творческом режиме можете отследить меня за собой. Все страшно, мы пока разыгрываемся. Мы играем на самом деле. Сейчас будет скорость поменьше куда-нибудь. Аброу-то куда? Я не успеваю. Наставила горшков, говорят, как надо. Откинул следующую, взял. И опять беру большую кисть и начинаю грунтовать. Если вдруг отстали, не страшно. Любые цвета, все равно мы 2-3-4 картинки сделаем. Мы подкрутим побольше, хорошо. У меня нет грунтовки, я бы не смотри. Хорошо, смотрите. Подкрутите грунтовку прямо отработать. Опять наряду большую баночку, прям жиденько вкусно, и начинаю грунтовать. Вот сейчас у меня белый, не белый. Какие чувства у вас испытываются? Грустинка есть? Или хорошо? А края мешают? Есть такое ощущение, что за край это тяжело выходить? Напишите прямо, вот кому белый, не белый, и это раздражает. А напишите, а кому за край выйти? Ну, сложно, потому что, ну, испачкаешь потом пеленку, да? Вот эти логичные моменты, прям, логика. Напишите. У меня экран и планшет уже цветной. Логика, вы творческий человек. Вот этим вопросом опробовал меня, на самом деле, узнаю в творческих людей. Что такое опробовал? Вопрос это середина клавиатуры. А, П, Р, О, Г. Все, прикольная цель, прикольная цель. Выйти за край круто, да? Выйти за край круто, грустинка, да? Вот прям правильно пишите. Все нормально. Выходите за рамки, вот, выходите в такой творческий режим, включайтесь, вот, по ушам. Вот сейчас загрунтовал, так загрунтовал. Вот в этом моде можно посмотреть на грунтовку, посмотреть на свои ручки. Хлонитех сказать, молодцы, вы сегодня. Всегда привыкаете хвалиться, четыре дня выучите себя уже хвалить. И ставим средней кисточкой, ставим точки, любые точки, какие захотелось, опять. О, синенький, синенький, друг мой, например, синенький, сегодня поставлю синеньким. 185 точек. 185. Интересный цвет пишет. А, вот, пишет, за край сложно работать с перфекционизмом. Это правда. Ну, вот сколько вы получите сегодня, это уже выталант. Я вас верю, что все получится. Я уверен, что если такие, напишите, там, я такая, кто даже не смог грунтовать, то зачем грунтовать, надо сначала сюжет все-таки посмотреть, а можно ли перемотать сюжет, а потом грунтовать. Зачем мне включать режим правополучарного рисования, я хочу быть логикой, я хочу так сказать, что происходит в этом мире. Есть такие, да, кто хочет быть логики? Сложно закрать. Жду не могу. Да-да-да-да. Как в детстве? Все правильно, правополучарный мир абсолютно детский мир. Вытягиваю кисточку, ныряю в любой другой цвет, пусть у меня стандартные цвета будут красные, например, синий, желтый. И, знаете, друзья, три основных цвета. Как в детстве? Мне жалко, мне жалко. Кому-то жалко, а откуда это жалко? Это правда, что творческий мир, где жаларко. Жалко, 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 жалко. Если это не творческий мир, это логичный мир, а мне жалко. У меня же куаш за 250 рублей купленная, в магазине ничего, вы за один день моё ушки, и всё. И желтым ставлю точки, и опять размазываю в любую сторону, а один раз по одному месту. Например, сверху вниз, пусть будет сверху вниз и сбоку. Вот такие размазки. Вот, смотрите, какая. Может быть, похоже на что-то такое интересное. На рассвет, закатный рассвет, да? Это игра, мы сейчас играемся, мы включаемся в режиме. Ой, я не вытянул. Нет, 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 готово. Ваш голос, апшел мой голос. Я по привычке мою кисточку. Этого тоже привычка, это левополушария, хочется чистоты. Вот муж говорит, такую комбинацию, говорит, идти за чистотой. Я мою кисточки один раз в неделю, и это хорошо. По столу будет так же оставаться все четыре дня, и это будет прекрасно для меня. И третью картинку буквально закрепить, написать. Не фигуру, куда нафиг нужно, да, правильно. Вы, конечно, разрешите себе позволить немножко логику такого. Левополушария немножко от страни. Поиграйтесь, прям, поиграйтесь, поиграйтесь. Весь тренинг направлен на то, чтобы это представить. Хорошо. Белую большую кисточку, ныряю в белую краску, начинаю грунтовать. За грунтовым. Последнее, третье, буквально. Еще третий фон создадим, и уже перейдем на картину. Очень красиво получается, что есть. Ваш голос очень красивый, конечно, старался. Размазки, да, красиво, очень много. Сами уже размазки, это картин. Сегодня даже задание возьмите себе домой. Загублите самые дорогие картинки в мире. И вы поймете, что вы размазываетесь тоже. Где-то лучше, да? А пробу. Я руки тоже раз в четыре дня мою. Поздравляю. Или любые другие цвета, где захотелось охра у меня не было. Охра, цвет такой горчичный цвет. Охра у меня есть. Если нет, друг, коричненький, возьмите любой цвет. Какой захотелось, поставьте его. Синенький, зелененький, там, черненький можете попробовать. Давайте зелененький какой-нибудь. И чуть-чуть черненького, пусть будет. Такая темнотушечка у меня будет. Темнее некуда. Белый не белый. Паника в голове. В голове паника, потому что белый не чистый. Как это так? Почему так произошло в этом мире? Белый не белый. Беру большой кисточком и размазываю. Пусть это будет такой вечер в легком городе испанском под названием Нориск. Ноу-риск. Вечерний, рассветный, стакатный такой смугленький, темненький, капризный вечер. И что ощущаете? Просто картинки посмотрите на свои, что ощущаете? Какие чувства? У меня тоже через Google храм показывают. Да, у меня они показывают. Можно сделать грунтовку белую башню и написать набор. Да, да, из набора. У вас есть белая грунтовка, делайте из нее. Она тоже зачем-то нужна. Подожди. Мрачно, да? О, есть. Вот правильно, мрачно. Вот кто-то пишет, ну, в этом дело. Мрачно. Можно. Пишет. О, давайте уже начнем. Начнем. Так мы начали уже. Причите, пикант. Ага, посмотрите, у кого-то никто еще не начал. Напишите, кто не делал картину, кто не размазывался фон. Напишите, почему. Их я сделал уже три фона, пишет. Обрал, я это все сделала. У меня все получилось. Я талантливый художник, сразу себя пододритесь. Скажите, я такой селегиньон. Объясненный фон. Я сегодня уже три фона сделал, размалывал. Такое дело. Прям талант-талант. Я все умею. И какое чувство вы сейчас чувствуете? Что чувствуете? Я чувствую, чувство горячей, мальчик. Я радость. Глаз. Красота. Красив. Мне нравится. Абро было прикольно. А если вдруг у вас какое-то там нетерпение, да, тем более еще в час ночи надо ложиться же еще. Еще ложиться никому. Так пишите, я чувствую там раздражение. Мне через час вставать на руку. Что же это чувству? Все это чувствую? Абро. А, кто-то говорит, медленнее. Видите, на самом деле, будет все абсолютно по-разному. Кстати, медленнее. Поэтому мы немножко средний темп сейчас найдем, хорошо. Вот на большом формате мы уже найдем некий средний темп. И будет всем абсолютно оптимальным. Если вдруг вам нужна больше скорость, то, скорее всего, вам через запись. Лучше будет через запись смотреть. Если вдруг, ну прям, гигантская скорость, быстрее чем меня. Все пошли на картины, подавали, подпишутся, да. И сохранится картина. Да, все сделало, все, весело, пишут, да. Возьмите самую большую кисточку. Если вдруг у вас ее нет, найдите себе вуку. Потому что мы на большом формате, да, на большом. Берите А4 формат. А3 какой есть? Такой самый приятный, что прям, ух, нанести так нанести. Ныряю в губку, ныряю в белую краску. Кто фон не доделал, бросайте их сразу же. Завтра доделайте. Два пришла, целый день здесь. Прекрасный день, завтра. Никогда не доделайся все равно. Завтра всегда можно сказать. Ну и тебе пришла. Совсем без точки, молодцы. Ну, умнички, да, умнички. Я все сделала. Я, это просто как, да. Я на стулью рисую. Я тысячу точек оставил. Да, хорошо. И так, начинаем грунтовать. Есть хорошая техника такая. Мы когда грунтуем, можем еще смотреть вверх. Еще раскачивать даже ногой. Например, правой ногой немножко раскачивать. Так, значит, нейронная связь будет укрепляться между первым и правым полушарием. Мозг будет говорить, соберись, нельзя, нельзя так делать. Там, ты даже смотрят, великие люди, ты, ты, интеллигентный, высоконравственный человек. Как ей там размазывать ногой? А? Откуда это все? Откуда это пришло? Чтобы салфетку не вытирать до конца, и вода все равно грязная, что делать? Не знаю, у вас какая-то, у вас, скорее всего, вода грязная. Поверем, вы налились из красного источника. У меня вот чистая вода, вот она даже я не трогал ни разу. У нас салфеток много, у меня салфеток много вытирали. Это, конечно, экскурсионный. Проблема в проблуженном рисунке. Ну, вы знаете, об этом уже тоже. Закрыл, сделаем яркий фон. Беру среднюю кисточку, хорошо вытираю об соседа. Если у соседа есть, ныряю, например, в красную красочку. У нас будет яркая, ярко-состочная картина. Вот это самая стартовая, самая вкусная картина, которую я обожаю, уважаю люди. Надо рамок накупить. Ставлю точки, вы знаете, 758 точек, все прекрасно, мы не догадываемся. Один цвет, мы вытираем. А почему мне так белую краску жалко, да? Ну, это логика. Логика жалеет, все. Она привыкла жалеть. Она же не творческая, отличность. Она мне жалко. Я 250 рублей потратил, я не буду. Я буду сидеть, аккуратненько цвета добавлять. Вот и все, я сэкономлю. Я давно заметил, что самая дешевая живопись, это самая аккуратная, самая ровненькая и так далее. Когда все по линейке, когда все аккуратненько вымерено. Это дешевая живопись. Ну, 200-300 рублей будет стоить. Поэтому увеличиваем количество стоимости картины. Почему у нас белый фон для картины? Да. Губки столько остаются краски? Да. А в соседа? Да, без проблем. И еще один третий цвет, например, охра. Добавляю охру и ставлю тоже. Миллион 53 точки. Кто-то подключился, да? Находит сосед, начинает вытирать его соседа. Комментарий. Я нашла бюджетную грунтовку. Мыльной пеной, получается. Мыльной пеной. Первый раз он сам это. Беру губку и растираю. Это вы уже умеете, да? Один раз по одному месту, начинаю сверху и постепенно иду вниз. Один раз по одному месту. Вот такие фоны, незамысловатые картиночки. На этих уже фонах мы уже будем создавать рисовать. Полушарный третий. Вот логика Монаталья пишет. Да, да. Хочется оборудование экономно, логика мучает меня. Да, согласись. Кто сделал, сразу пишет плюсик. Мама рядом сидит и смеется над вашими прикольными. 750 точек, да. Ну, можно сказать, хаос, да. Но есть правда хаос. Я замечал у многих художников хаос. Он такой безумный творческий беспорядок. И он за счет правополушарного вышел. Будет записи, да? Две тысячи точек. Вот, тоже, да? Да нафига вам эти краски и картинки, если вы их жалеете? Да, зачем вам эти краски и картинки, если вы их жалеете? Да, почему? Зачем вам, да? Попроб. Кто-то, если я упустил, берите эти же цвета. Берите любые цвета, какие хочется. А вдруг у вас их нет вообще, берите, какие есть. Хорошо? Поэтому у меня вот есть все-таки, мне повезло, 12 цветов. И откинул. Вот это пусть подсыхает. На этом я нарисую. Чуть-чуть должно подсохнуть. Чуть-чуть, она не сильно высохнет. Но сделаем, что она подсохла. И беру еще одну. Еще одну заготовочку сделаем. Еще одну такую заготовочку делаем. Сюда такие стартовые картинки. У меня. Фрол. Проводим ровненько, да. Вот слева направо обязательно ровненько. На 20 сантиметров всегда выше, чем снизу. Снизу немножко левее, потому что справа на 30 сантиметров должен быть доступ маленький. А снизу от середины. Но через круг, когда идем, квадратик. Да. Круг как размазать, ровненько и ровненько. Сделайте, пожалуйста, как можно. Как хотите. Все, я позвольте себе, прям подорачиваться. Ладно. Вы можете даже не слушать, делать свое что-то. Ух, как вкусненько получается. Можно, апрол. Сегодня у меня новые окна. Пропала трансляция. Маслом так же можно, но маслом это подороже немножко. Гуашкой лучше. Наслаждайтесь, а потом уже маслом. Уже с опытом подходите к ним. Я люблю безумно. Право, продолжаем. Дальше, манерин. Конечно же, манерин. Смеюсь, я не могу. Мне второй, третий фон понравился очень. Первый, до свидания. Второй, третий фон оставляем. И у нас еще четвертый фон. Если вдруг вы там в айфории своих фонов, вы берегитесь к нам. Смешно. Напишешь картину яркие, с эмоциями чувствами. Ребенок понимаешь, что там тепло. А когда надо написать, потому что надо написать. Рисую за деньги, хорошо? Сокорее. Сокорее не доставлю. Итак, все, сделали. Следующая, берем губаньку. А я предлагаю еще сделать море. Пускуй тематика обязательно. Это самое такое центровое, с чего это море. У нас будет два цвета. Нилы и море. И там все, что угодно можно нарисовать. Ныряю в белую краску. Опять губаньку беру. Начинаю внуковать. У меня чистый белый. Я в этот раз почище взял белый. Никакой там синий вытас, но ты не делал. Сразу бил. Как надо. Как доктор. Каким позитивный писал. Да, все верно. Все благодаря вам. Позитив. Подождите, пожалуйста. Хорошо, подожду немножко. А, вот и Марина пишет. Подождите, пожалуйста. А потом Марина пишет. Давайте рисовать. Давайте добре определитесь, пожалуйста. Это что, Саня? Сегодня будем рисовать картину. Сегодня будем рисовать. Наверное, утверждение. Сегодня будем рисовать картину. Мы запаслись. Да, все верно, мы запаслись. Это хорошо, это хорошо, это хорошо, это хорошо. и цвета у меня не повезло у меня просто был синий и другой синий но бывает что у вас там шесть цветов и так далее можно взять например небо голубое а море у нас такой синий или зеленый немножко больше зеленый-синий-синий смешать два цвета я беру большую кисточку даже не среднюю среднюю кисточку вытираю ныряю в синюю краску и пополам провожу такую линию сверху будет небо снизу у меня будет море а как это отмывается с руки она не отмывается ольга она отваливается логике вообще хорошо ничего нет и 1 раз по одному месту могу размазать начинаю теперь серединке и вверх смотрите начинаем серединочки и иду вверх и вот мы неделю рисовали облачка переходики различных учились у меня в теле чем пропускать нарисование оно лёгкое и быстрое то что скорость скорость у нас очень много сейчас умели того что мы переходим на быстрые системы образования специалисты 5-5 лет учились я еще своё время а сейчас уже многие на боковая 4 года чем быстрее тем лучше называется усталух вместе с руками и мозгами находится что сделали сейчас я повторю только снизу внизу что я делаю внизу беру среднюю кисточку вытираю ныряю в синюю и если у вас просто один синий другого нет какой-то наборик добавьте зеленый тоже можно здесь никакого отношения нет мы будем рассматривать как преподавать взрослым взрослым как именно хотя бы там от 72 лет взрослым но у меня взрослый на самом деле начинается ну грубо говоря очень от 8 лет по 7 до 95 лет вот такие взрослые и размазывают то же самое начинаю всегда идти с серединки и иду вниз то есть всегда середина посветлее середина посветлее вверх и откинул кто сделал на тюрьму напишите плюсики классные вопросы даете очень красиво классно сейчас если какой-то другой марафон у нас будет любой другой марафон будет хорошо хорошо подожди на остальные пока можете задать маленький вопросик и дальше у меня все высохло вот отрисоваться хорошо если не высохло хорошо а вообще не важно если другое шаг для рисования никак не связано это нейронная деятельность медицина хотя ищи пишет алло алло я здесь я здесь пошло итак меня видно и слышно поставьте меня действительно но бывает это на самом деле иногда условия чучи . что бывает интернет говорим спасибо интернету что-то иногда глючишь поэтому рисуем две картинки продолжаем все у нас есть пишет у меня приключилась я же испугалась я не узнаю что будет дальше итак что мы делаем дальше берем маленькой кисточкой мы сделаем дальше просто перезагрузить если вдруг кого-то нет маленькую кисточку дальше рисую черным чтобы было ярко чтобы было огненно и вкусно рисую линию можно чуть-чуть выше серединки ну и добавляем конечно эмоции звуки уже можно добавлять все волшебные правополушарные слова если посмотрите у детей очень много например такие я представляю как все города в России делают где-нибудь где-нибудь в Красноярском крае кто-нибудь сидит сейчас и сделал вот такую штуку с другой стороны повторяю закрепляю то же самое опять провожу линию и делаю еще раз и закрашу и теперь быстро пишем в комментариях на что это похоже что это за такие волшебные штуки и звуки в Красноярском крае где-нибудь в других городах на что это похоже напишите пожалуйста я в крае написал летит крокодил пишет почти вот прям рядом где-то это luck это trees нравится самый яркий и интересный ответ что я resisted это группировка далеко с замы со звуком за �後 телевизор одну картину, потом будет еще картину, а вон еще будет. Подводная лодка, да. Это да, это вблизи, вблизи. И, конечно же, еще добавляем некоторые моменты, это разукрашиваем, дальше продолжаем. Есть хорошая тайская техника, называется чоу, в свое время когда жил в Таиланде, видел, как они рисуются, сдаю первую черную красочку, маленькую кисточку, и обязательно со звуком, снизу и вверх делаю чоу. Вот когда я вот всегда рисовал, в Таиланде у меня всегда спрашивали, чоу ты рисуешь коньков? Я говорю, вот, пальма. И добавляем еще маленькие чоуки сверху вниз, чоу, 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 чоу. Что это у нас? Кто тоже написал пальмы, на самом деле, кто-то писал. Острова. Динозаврик, связи нет. Облака. Перезагрузитесь. Сахар, что ли, аж давай. Это большая пальма, да? Пальмочка. Пальма на закате. Почему она теплая, да? И добавляем еще одну подружку, малышку или ребенка, тогда добавляем вместе. Кто поехал отдыхать, давай добавляем. Мама и ребенок еще маленькие, малышка, чоу. И кто сделал, сразу пишем слово чоу. Пальма. Есть стартовые картины, когда мы рисуем любое правополучарное рисование, но всегда стартовых. Если вдруг кто-то рисовал уже со мной, хорошо, закрепляйте. Я эту рисовал картину много раз, больше трех раз. Когда маслон, мастер-класс, маслон, маслон постоянно проходит. У нас будет рассылка, я маслон скину, информация будет. Африка, чоу, ей. Вот, мы учили сразу немножко, немножко тайский язык. Это не только правополучарное рисование, но и тайский язык. Дальше нахожу среднюю кисточку, нахожу среднюю кисточку и буду ее сейчас распушать. Распушать, что такое, сделать ее распушенной. Держу теперь, есть китайская техника, называется усим, когда пятипальцевый захват усим китайцы держат. Ну, мы русские, мы попроще. Держим всей рукой. И беру об стол. Помните, это настроение, когда ребенок это делал, мы говорим, нельзя, сейчас делаем. Можно. Распушай, это называется распушить, распушить кисточку. Сегодня можно. А как будет? Беру дополнение у соседок открыточку, либо какую-то, где-то еще, где-то еще один такой момент. Ныряю Половиночкой, Половиночкой нырнул Половиночкой. Чуть-чуть, половинкой не всей. Вот у нас линия такая, Половинкой. Распушил, Половинкой нырнул в черную краску и сбрасываю веточки. Сбрасываю. Вниз. Вот таким образом рисуются разные веточки, разные. Можно нарисовать травку. Давайте сразу попробуйте внизу еще травку какую-нибудь там раз. На отдельном рисочке, на отдельном рисочке. Усы. Усы кота. Кто-то сегодня просил усы кота? Борода катал, борода катался. Можно сабу написать, можно. Вот пожелание, смотрите, все, что мы делаем в 4 дня, вы делаете все пожелание. Вот захотелось сабу написать, пишем ананас, вот все, что захотелось. И теперь к себе, сбрасываю, вот у нас они такие обгорелые, да, и сбрасываем у себя на картине. В одном месте, во втором, третьем, в 78-м. Красиво пишу. Шит-шу-чу. Чу, запись будет. Здравствуйте, у всех разный язык свой восприятие. Чу-чу-чу-чу-ау, чу-ау-а. Чу-ау-а. На зонтик похожий, чу-ау, говорят. А у нас это, в Вьетнаме, зонтиком называлось. И ставлю такую. Как вы думаете, что еще в картине есть, что дополнительно художник себе делает? Ча-ха-ха. Я на сигнал, я на комментарии, и все, комментарии будут. Сейчас каждый будет этот чу-у перекомеркивать, как что-то, найти свое чу-у. Это потрясающе, значит, творческий человек, пытаетесь свое найти даже в слове чу-у, вы в Москву с промо-полушарной и именно ищет чу-у, как правильно для себя произнести. Ммм, классно. Чу-бачи, чу-бачи. И, конечно же, самое важное, что еще делает художник. Это не только ставит ценник, но и описывает картину. Делает автор. Вот такая первая картинка, абсолютно простая, рисовали мы ее неделю в право-полушарном техниках. С этого все начинается, с этой картинки всегда. Когда вы сами обучаете, когда вы обучаете других, начните с нее. Это самый лучший вариант, начинать с нее. Спайл. I know, во все времена, сколько я обучаюсь, сколько я обучаю, это самый яркий шедевр, когда яркий фон. Ну и, конечно же, надо сказать себе, похвалить себя, сказать, какой я сегодня потрясающий человек. Я сегодня прям художник, прям руки у меня прям золотые-золотые. Можно поцеловать, каждую ручку, похвалить. Кто нарисовал, сразу говорит, опрул, боистично опрул, потому что ваши руки уже грязненькие, а клавиатура еще до сих пор чистая, у меня уже грязная. Пишем опрул, и следующую картину переходим еще на следующую картинку. Ирина Владимировна, мне можно в Viber? Отправьте, пожалуйста, Танюша, что-нибудь в Viber. Читайте, Танюша, круто опрул. Опрул, прошло. Все, обязательно себя поддержите. Вот, мои мастер-классы все направлены на то, чтобы вы должны быть уверены в художнике. Вы должны становиться из-за того, чтобы вы должны играться, веселиться, и на этом фоне вы должны дальше.